Добрый вечер, Никита Сергеевич. Добрый вечер, Евгений. Хочу представить вам Ассоль. Она на сегодняшний момент бездомная. Я уверен, что к концу эфира хозяева у нее найдутся, потому что она пообщается с Михалковым. С тем самым Михалковым, который, как мне сказали, фестивалем, закончившимся недавно московским, почти не занимался, потому что он весь подсолнечным ударом. Это правда или нет? Нет, это такая фигура речи, красиво, но не заниматься фестивалем нельзя. То есть проект «Солнечный удар» был на это время, на эти недели. Дело в том, что уже сейчас та стадия, когда работает мой замечательный монтажер Мича Заяц, который, это монтажер Кустурицы. Он монтировал «Утомленный солнцем-2» всю картину. Замечательный, замечательный совершенно, нежный человек, который вытерянный. Ну и он из тех монтажеров, рядом с которым не надо сидеть. Мы сейчас складываем всю эту кишку, материалов было 120 часов. 120 часов. Ну и поэтому я имел возможность пока заниматься фестивалем. Вот перед эфиром вы показывали на вашей шайтан-машине лица исполнительных главных ролей, потрясающе красивые. Потрясающе красивые. Расскажите, где находятся такие красивые лица, где вы их? Вы знаете, это вообще все, так сказать, вещь божественная. Абсолютно. Кто верит в случайность, не верит в Бога. Я к этой картине шел почти 37 лет. Я написал заявку 37 лет почти назад на «Солнечный удар», когда Бунин был просто запрещен. Но я думал, что все равно когда-нибудь дадут его вообще как-то экранизировать. Но просто «Солнечный удар» отдельно, я, ну что-то меня держал. И потом лица, лица. Я вот, любой актрис, которую я видел, я смотрел, вот может, ну да, талантливый. Не то, не то, не то, не то. Ну не так, чтобы я все время этим занимался, но все время это возникало. И когда пришла идея снять, соединить «Солнечный удар» с окаянными днями, со страшным, абсолютно, так сказать, страшным свидетельством исхода белой армии и вообще русской интеллигенции из страны, случилось то соединение, которое мне показалось очень важным сегодня. А актрису и актера, героев нашелся такой Мартин Скалита из латвийского театра, латышского театра в Лиепае. А потом я увидел в Киеве на моей творческой встрече студентку психологического факультета Киевского университета. То есть она даже не актриса профессиональная? Да, даже была, да. И вот этот был такой вот удар. Понимаете, огромное значение имеет, как человек молчит. Потому что, ну, когда он говорит, он может быть глупым, умным, но все равно, так сказать, он определенен. А вот эта вот тайна, которая мне была нужна, это такое то, что, что может увести человека с корабля, заставить себя, имеющего там невесту, как может он, что должно быть. И вот эта вот тайна, которая, и это вообще еще до кино разговора не было, это было шесть лет назад. Но пока мы готовили картину, я сказал, слушай, может быть, вам попробовать актерским делом заняться? Потому что она, мы сидели вместе за столом с моими товарищами. А как с вами, может, вместе за столом оказаться? А мой друг, мой приятель, мой приятель Киевский привел на мою встречу свою творческую встречу, потом он нас пригласил поужинать. Понял. И она, вот, между прочим, рассказала, как разговаривают братки в Донецке и в ее родном городе, значит, Торезе. Есть такой город Торезе. Вот так, четыре секунды. Это было убедительно, я бы так сказал. Ясно, давайте попробуем. Она приехала в Москву, поступила в Щепкинское училище, сначала на платный, на втором курсе перевели на бесплатный, а в этом году она закончила училище с красным дипломом. Я так возгордился, что вот так вот просто из одного только импульса я увидел то, что там кроется. Мне это очень, как бы так, я получаю это в удовольствие внутреннее. Но еще второе есть очень важное. Мне вообще интереснее строить, нежели пользоваться. Знаете ли вы, что вас часто сравнивают с Любом Толстым? В каком смысле? В том смысле, что считают, что вы женоненавистник. Что у вас все женские образы негативные, отрицательные. Смотрите, ведь в Бунинском «Солнечном ударе» тоже ведь она, героиня, бросает фактически героя, исчезает, попользовавшись им. Нет такого? Нет, нет, нет. То есть вы так не считаете? Нет, я... Ну скажите, а что Люся Гурченко в «Пяти вечерах» — это какой образ? А «Раба любви» — это исключение, которое подтверждает правила. Почему же? Ну почему же? А «Бадма» в «Урге»? Нет, я не женоненавистник, но мне кажется, я думаю, что я знаю женщин для того, чтобы быть откровенным по поводу них. Хорошо, принимается. Вот вы упомянули фамилию Гурченко, я сразу вспомнил ролик, где вы с ней играли вместе, вместе с Басилашвили в «Вокзале для двоих». И скажите, почему вы, прекрасно зная профессию и зная, что зритель массовый часто ассоциирует актера с персонажем, все время выбираете для себя роли таких вот прожженных мерзавцев, вот как в «Вокзале для двоих», такой просто вот, такой поданковатый, такой вот, такой петроватый. Ну, вы знаете, это же как вот корабль загоняют в док, счищать ракушки. Вы правильно говорите, что человек ассоциирует с... Актеров почти всегда. Дело в том, что, когда тебя ассоциируют, там, скажем, с Трилецким в «Механическом пиане», то после этого невероятно интересно сыграть вот такого «но». Я могу рассказать, что как бы в возмещении этого убытка потом был снят жестокий роман. Да. О котором женщины писали, ну и подлец писали мне, ну, хоть бы денек с таким пожить, международным. Дефицит мужского начала уже тогда скатывался. Да, но вы никогда не выбирали себе вот роли таких вот романтических героев, таких абсолютно стопроцентно положительных, таких вот просто вот... Ну, как я могу выбрать себе роль стопроцентно положительного героя? Ну, почему? Вы хозяин-барин. Я был гал. Ну, вы же можете разок вот... А жмурки? Вот мне все когда-то... Ну, вот да, в жмурках, да, кстати. Ну и что? Ну, надо же показать было моим недругам мое истинное лицо. Чтобы они знали, какой я. Не только внутри, но и снаружи. Вы знаете, я беседовал с вашим братом, еще раз скажу об этом, и он меня удивил тем, что он говорит, что вот я столько фильмов снял, меня ни разу не хвалили. А у нас семья, сказал он, ну, стало быть, ваша семья, вот был обычай, мы там собирались вместе, накрывали стол, выпивали и читали друг другу там сценарии, и все друг друга хвалили, никто никогда не ругал. У вас тоже ощущение, что вы недохвалены, что у вас... Нет такого у вас ощущения, как у... Даже наоборот. Я вам скажу так, что... Вот просто не хочется раскрывать... Не, надо раскрывать наоборот. Нет, дело в том, что борьба со мной, она заключаться должна в том, чтобы меня хвалить и гладить. И тогда я засыпать могу, вот как вот кот. Да, да, соль, да, да. И вот так вот на коленках у кого-нибудь, так сказать, притихнуть. Меня возбуждает, так сказать, возможность услышать, особенно несправедливое мнение, оно возбуждает меня для того, чтобы я себя сам убедил, или моих товарищей, или мы вместе убедились в том, что тот путь, по которому мы идем, он правильный путь. Это очень важно. Понимаете, Жень, в чем мое счастье? Да. Оно заключается в том, что мне не нужно в разговоре о любом своем фильме сказать, ну, брат, такое время было, ты как? Ну, что ты думаешь? Да, да. Вот я подписываюсь под каждой своей картиной. Потому что я ни одной картины не делал ни для политбюро, ни для власти, ни для денег, ни для славы. Я пел то, что у меня пелось. И Господь управил так, что то, что я пел, еще слушал тот другой, и те, кто пели со мной. Поэтому, так сказать, в этом смысле, когда, допустим, там, поливали за 8 месяцев до выхода утомленных солнцем, я поначалу не понимал, а сейчас я думаю, опа-па-па-па, ребята, когда 300 человек 8 лет работают и не хотят расходиться, когда в последний съемочный день все, ну все, нет, вот, 8 лет, да, снял, ой, погодите, а вот мышку крупным планом, ну собираюсь, а, да, правильно, ну давай, не хотят люди заканчивать это. Это нельзя симулировать. Это или есть, или нет. Нет, ну создание атмосферы рабочей – это одна история, создание продукта – это… Нет, абсолютно нет. Нет? Если атмосфера создана правильно рабочая, то она будет перенесена туда на экран. Если она правильная. Это Михаил Чехов, это нельзя симулировать. А в чем секрет? В правильном кастинге, в подборе правильной команды или вот все-таки… Жень, у меня нет кастинга, как правило. Когда мы пишем сценарии, мы уже имеем в виду конкретных людей. Это первое. Во-вторых, я ненавижу кинопробы. Я ненавижу… Мне очень стыдно видеть актера, видеть, как он хочет, и как он в то же время делает вид, что ему все равно. И я понимаю, что это не то, но уж он пришел на… Вот это вот… Я себя ставлю на это место, и я испытываю страшный стыд перед артистом. Поэтому я… У меня есть замечательный кастинг-директор, такая чудная совершенно, от Торова Сергеева, ларик-фонарик, которая, значит, выбирает этих самых, разговаривает, пишет их на… Такая, наверное, пуха, в татуировках ездит одна в Таиланд, с рюкзаком, отдельный человек с этой планеты. Фантастический нюх. Фантастический нюх. И когда она говорит, ну, я не знаю, я с этим поговорил, вы давайте посмотрите его, я говорю, ничего, смотри, как тебе? Ну, я не буду смотреть. Вот ты мне скажи этот. Вот я буду смотреть только то, что ты говоришь «да». И это избавляет меня от… И у артистов от унизительного, вот этого, так сказать, ложного ощущения. Ну, мы посмотрим, давайте подождем. Мы вам позвоним, потом не звоним. Я это все прошел. Поэтому для меня, скажем, эта атмосфера настроится не на, так сказать, кастинги выбранных, потому что они уже со мной живут, пока мы пишем сценарий. Когда я говорю, ну, пример, опять же, утомленный, я говорю, там должен быть такой Пимен старик в лагере, такой мудрый старик, который, когда ему спрашивают про этот закон, у него перед ним как бы возникает уголовный кодекс, и он в воздухе перелистывая странички. Мы даже положили звук шелестящих страниц, когда он говорит, это такой… Я говорю, это должен, знаешь, какой быть? Ну, вот такой гафт. Она говорит, ну и пусть будет гафт. Я говорю, ты что, с ума сошла? У него эпизод 16 секунд вообще. Какой гафт? Ты что? А мы давайте будем с ним… Давайте с ним разговаривать будем. Ну, позвоните ему. Я звоню Гаву. Это после 12. После того, мы сняли 12. Я говорю, слушай, ты знаешь, у меня, Валь, есть роль? Я говорю, Валь, не роль. А что? Я говорю, ну, я не знаю даже что. Он говорит, где? Я говорю, там-то. Когда? Я говорю, вот тогда-то. А машина будет? Я говорю, конечно. Он приезжает, его 40 минут гримируют, его полчаса одевают, он 20 минут снимается, заканчивается тем, говорит, сколько я вам должен. А в картине он существует 23 секунды. Вы понимаете? Когда есть такое, это нельзя симулировать. Это или есть, или нет. Кстати, 12 вы упомянули, сразу ухвачусь за такую информацию, проверить, правда она или нет, что один из персонажей за этим столом, один из 12, был списан как раз с вашего старшего брата. Нет? Кто такой? Ну, нет. Если нет, если вы не знаете, или если вы, как очень хороший актер, сейчас играете. Ну, я бы сказал бы. Да? Вот Штольц в чем-то был, так сказать, навеян братом. Да? Да. А в 12 такого нет. Даже и мысли не было. Мне приходилось читать про то, что один из персонажей был... Скажите, кто, чтобы я тогда понимал. Ну, вот он говорит, что там, вот он говорит про свою девушку, что у нее вот такие соски. Нет, совсем нет. Нет, да? Да ну нет. Нет, да. Это совершенно... Вообще на него не похоже. Он тихушник, так что. Он тихушник. Ну, конечно, тихушник. Ну, по-моему. Нет, потом он пишет об этом, но вообще тихушник. А вы не пишете вот мемуары на самом деле, да? Почему? Как вы относитесь вообще к творчеству вашего брата как мемуариста, который, в общем-то, написал бестселлеры на самом деле? Ну, вы знаете, мой брат замечательный режиссер и учитель мой во многом. Но, вы понимаете, все равно культ старшего брата всегда в семье был. Вы обратили внимание за последнее время, когда много чего, так сказать, и о нем, и о нас говорили, и он что-то говорил, не всегда, наверное, для меня приятное. Я никогда в жизни не позволял себе такого. Никогда в жизни. Потому что это старший брат. Мне Градский Александр Борисович рассказывал, что когда он был вашим родственником фактически де-юре, то есть, когда он был супругом Бертинской. И, стало быть, Степан, ваш старший сын, был его пасынком. Вот. Что он с вами проводил воспитательный бесед по поводу того, что вы сыном не занимаетесь. Вы как считаете? Вы как родитель, как отец? Вы хороши? Вы знаете, эта вещь такая тонкая, когда, скажем, Степана забирали в армию, я понимал, что он уходит, и я оттягивал, то есть, я хотел скорее расстаться, потому что я боялся, что я дам слабину. Дадите слабину и отмажете его? и просто, ну, как бы так, расклеюсь. И он ждал этого, и я сделал все, чтобы этого не случилось. Не занимаюсь сыном, но я надеюсь, что я появился тогда, когда ему был нужен. И именно это, наверное, послужило тому, чтобы мы были очень близкие и любящие друг другу друзья. Мы близкие друзья. И он, и я, мы откровенны друг с другом в самых, так сказать, интимных и личных вещах. У меня был кое-кто из ваших детей здесь присутствовал в студии. Я обратил внимание, что... Какой номер? Ну, Артем был. был Артем, да. Третий, значит. Номер три. Номер три, да. Обратил нашего номер три, да и у других, с кем приходилось общаться вне студии, что у них совершенно нет того, что называется словом понты, что они совершенно вот такие, что вот мы, Михалковы, такого вот у них нет. Скажите, а вот вы считаете, что вы с братом отца понимали своего? Вот вы, хорошо, мы про право не будем. Вот вы, у вас было взаимопонимание? Абсолютно. А то, что вы пошли в возрасте 27 лет в армию, и он ничего не сделал для того, чтобы, в общем-то, вас уже совершенно звездного, такого актера, кинематографиста, там секс-символа после фильма «Я шагаю по Москве», такого, на три года на флот. Вот вас это никогда не наводило на мысль, что он бы мог бы что-то вот сделать для того, чтобы... Ну, не, надо знать отца. Надо знать отца. Я тоже ничего не сделал, когда Степана забирали, его забирали реально на три года. Почему? Потому что вы считали, что вы на виду у всей страны, и что это будет обсуждаться. Потому что в семье Михалковых, как это называли, была замечательная поговорка «На службу не навязывайся, от службы не отказывайся». И я понимал абсолютно точно, что знаете, захочет Господь, чтобы я не поехал, я не поеду. А не захочет, я поеду. Поэтому в данном случае это, знаете, по-моему, Олежковский сказал, что свобода – это абсолютное доверие Богу. Гениальная мысль. Не вера даже, а доверие. Поэтому, когда говоришь, на, делай со мной, что хочешь. Раз так ты за меня отвечаешь, я готов. В этом есть потрясающая внутренняя свобода. Она может быть сродни русскому, так сказать, дяйству, так сказать, понимаете. Но с другой стороны, это потрясающее ощущение, что да, надо. Мама говорила, это значит, так надо. Она фаталистка была? Фаталистка она была? она просто, она верила в то, что если это происходит, значит, так надо. Это поразительно совершенно. И это воспиталось, и воспитывало и во мне, и в моих детях потом. Вот она с ними много общалась, а потом, правда, с Надькой меньше, но все равно это перешло. Вот это вот, так сказать, мама говорила, если тебе что-то катится в руки, только протяни и возьми, подумай, сколько из 10 человек от этого бы не отказалось, если больше 5 откажись. Потрясающе, да? Потрясающе, да. Действительно, ничего по-похожему не слышно. С тех пор я вообще, в первую очередь, если есть ворота и калитка, я хожу в калитку. Даже если она закрыта, я прошу ее открыть. Через узкие врата. Здорово. Еще про 12, когда вы упомянули эту ленту, вспомнил сразу, смотрел, готовился кефиру, якобы вы делаете продукт алкогольный под названием 12. Да, расскажите, что это такое, почему это вас вдруг потянуло? Ну, довольно банальная. Потом она стала довольно занятной, потому что мой товарищ, мой партнер, так сказать, мой сосед по проживанию под Нижним Новгородом, из города Павлова, такой, Костя Тувыкин, однажды ко мне пришел, сказал, что вот есть виноградники в Тоскане, и там хорошее можно делать вино. Я предлагаю партнерство, но с тем условием, чтобы вы дали название вино своего фильма какого-нибудь. Я говорю, давайте попробовать вино. Я пробовал вино, навел справки, настоящее, так сказать, виноделье, настоящее, причем с традицией, семьей и так далее. И когда я попробовал вино, я сказал, да, как называть, тебе будет 12, додича, красиво звучит, додича. И мы сделали фантастическое вино просто, фантастическое. Сначала красное, сейчас у меня есть резерва, которому 3,5 года, 4. А сейчас появилось белое, еще лучше. А сейчас они заложили очи черные. То есть висмострояние. Ну да, да, да. Это, вы знаете, как бы хобби, но с другой стороны, такое ощущение, когда ты знаешь, что это виноградник, Тосканец, древняя земля, вино, лоза, может там апостол Павел из этой лозы, с этой лозы пил вино, кто его знает. И потом, когда эта семья делает вино уже не один год, не 10, а 100, когда за этим стоит вот такой труд, причем такого великого дела, как вино, так сказать, о котором, ну, сами понимаете, насколько вино, да, вину, хлебу и так далее. Что-то в этом есть такое очень, не знаю, что-то такое в этом есть очень настоящее. Вы так вкусно рассказываете. Мне просто захотелось сейчас, давайте выпить. Обещаю вам дать попробовать. Ловлю вас на слове. Рубь за 100. Вы попробуйте и скажите, еще хочу. Обещаю. Это действительно замечательный момент. Тут даже есть у меня фотография в одном собрании, такое, ну, какое-то было собрание, ну, такое, там был Шрёдер и Берлускони. А у меня в машине я только что с таможни пришло вино, у меня было двоячка вина, четыре ящика вина. И я думаю, дай попробую, там вина всякие, то все. Я говорю, давайте попробуем моего вина. Ну, я думаю, хорошо, ладно, даже если не понравится, но невежливые люди, политики, что они скажут, скажут, дерьмо, нет. Я тогда, я дал Берлускони попробую, он говорит, что это, посмотрел бутылку, посмотрел, где сделано и взял у меня двоящик. И прислал фотографию, фотографию прислал, где он написал дорогому Никите спасибо за общение и особенно за вино. Ну что ж, огромное вам спасибо. Безалкогольного я отхлебну. Да у вас только безалкогольный я. За ваше здоровье. А вот замечательно как-нибудь из этих стаканчиков винца 12 попробуй. Попробую. Сделаем? Обязательно. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!